Во время нынешнего форума региона, в который, напомню, был посвящен гуманитарному сотрудничеству, довольно много говорили о культуре. Владимир Мединский, министр культуры России, в своем выступлении подчеркивал общее понимание нашими странами государственной культурной политики и предложил включить в программу бесплатного детского культурного и патриотического туризма, который реализуется в России, еще и белорусские маршруты. А нашим школьникам и студентам предлагать экскурсии по российским историческим местам. Собственный корреспондент УНТ в Москве Светлана Корольская попыталась выяснить, смогут ли такие совместные намерения стать реальным проектом союзного государства. Ведь ни для кого не секрет, что союзный бюджет осваивается далеко не полностью. А значит, деньги на такое хорошее начинание найти будет нетрудно. В 13 часов 30 минут начнется экскурсия. 50 долларов, 2 часа в автобусе и вся Москва. Такие обещания обычно дают гостям российской столицы организаторы так называемых экспресс-экскурсий. У каждой компании есть зазывалы, которые через мегафоны стараются перекричать конкурентов. Такая борьба за клиента. На такие истории, да и сами коренные москвичи подобными услугами не пользуются. Говорят, что это туристический секонд-хенд. Все достопримечательности из такого путеводителя уже давно известны. Удобнее и гораздо дешевле их увидеть, просто немного проехавшись на метро. Люди, которые ведут группы туристические, всякого рода маршруты, они должны не просто иметь образование, они должны быть внутренне очень сильно подкованы. Они должны быть, во-первых, правильно воспитаны. Воспитывать интерес к истории, расширять кругозор и просвещать. Министерство культуры России и военно-историческое общество уже больше двух лет продвигают не коммерческие, а познавательные внутренние направления. За счет средств федерального и региональных бюджетов каждый год не менее 200 тысяч российских школьников, кадетов, курсантов военных училищ едут с бесплатными экскурсиями по всей стране. А она, как известно, широка. От Камчатки до Калининграда не сотни, тысячи интересных остановок. Но эти маршруты следовало бы продлить, считают в Москве. Полоск, Мир, Несвеж, эти и другие адреса существенно дополняют школьные знания, а кому-то и вовсе откроют глаза на историю этой части Европы. А как, например, изучать Великую Отечественную Бесхатыни и Брестской крепости, ориентироваться в новейших временах без Беловежской пущи и Вискулей? Одно дело прочитать в учебнике, и совсем другое – увидеть своими глазами и услышать квалифицированный рассказ. Вся история Беларуси, Белорусская земля, она насыщена не только выдающимися культурными памятниками историческими, но это огромное большое родное поле, через которое шли завоеватели в Россию, на восток, где всегда наши народы давали отпор врагам, поэтому это очень интересно. Владимир Мединский знает, о чем говорит. Самым ярким впечатлением последнего времени чиновник, для которого поездки по всему миру часть работы, называет путешествие именно по Беларуси. Возможно, еще и потому, что историю там преподносят объективно. Эти московские подростки еще только готовятся пройти маршрутами министра культуры России. Правда, очередь на бесплатную поездку до них пока не дошла. Сегодня они работают в Центральном музее Вооруженных сил России, трудятся над восстановлением уникального торпедно-пускового аппарата. Наградой станет поездка в Брестскую крепость. Хотелось бы туда съездить прежде всего, потому что Брестская крепость – это то место, где началась война. Ну, и она уже имеет такую значимость. Ну, и помимо этого Брестская крепость – это все-таки памятник культуры, и хочется все-таки посмотреть и узнать его. В Беларуси очень много мест, именно исторических мест. И можно съездить и в Хатынь, и в Пинск это посмотреть, где проходили бои Пинской флотилии. Вот. Ну, много интересных мест. И музеи исторические, военные. Запись на туристическую программу Минкульта на несколько месяцев вперед. Тем не менее, заверили ведомстве Владимира Мединского, здесь готовы предложить посмотреть на живую историю своими глазами. Города Золотого кольца, дворцы Санкт-Петербурга, героические места Великой Отечественной, Новороссийске, Волгограде, Курске и на подступах к Москве. Монумент в городе Химки в Подмосковье – начальная точка одного из маршрутов, которые сейчас предлагает Министерство культуры России для детей и подростков. Он называется «Битва за Москву». Знаменитые противотанковые звездочки или ежи Горикера – общий символ общей войны и победы. Впервые их применили в Киеве, потом они защищали Москву. Но перед тем, как подойти к советской столице, немецким дивизиям пришлось иметь дело с защитниками Смоленска, еще раньше с частями и ополчением, оборонявшими Могилев. Там, на будническом поле, остановилось танковое наступление. И там же, спустя десятилетия, был развеян прах писателя Константина Симонова. Сейчас это мемориальный комплекс, без которого трудно представить карту военно-патриотического туризма Беларуси. Другая точка на этой карте – линия Сталина под Минском. Пример для многих российских музеев реконструкции. Десятки тысяч гостей в год и 30% всех туристов комплекса именно с Востока. Обсуждение общей белорусско-российской программы по развитию экскурсионных маршрутов здесь поддерживают. Но не скрывают, к увеличению людского потока нужно подготовиться. Нет у нас ни гостиниц, нет ничего. Но если приезжают товарищи, они могут разместиться и в палатках. 22-го многие поедут на Брестскую крепость, а 25-го все приезжают к нам на реконструкцию начального периода обороны линии Сталина. И многие даже остаются на третье число. Для второго у нас пройдет Багратион. Это мы даже многим вынуждены отказать, потому что нас не хватает даже оружия охлажденного. Эксперты рынка не исключают значительную, если не основную часть средств мог бы предоставить бюджет союзного государства. Каждый год неосвоенными в общем кошельке Беларуси и России остается в среднем до миллиарда российских рублей. И об этом, кстати, тоже говорили на форуме региона в Минске. В аппарате союзного государства не спорят. Направить эти деньги на развитие внутреннего туризма для молодежи действительно возможно. Но только при условии, что такой проект будет оформлен и принят как специальная программа. У нас очень много взаимопереплетений в сфере литературы, в живописи. Ведь Шагала все рассматривают вообще как достояние мировым. Скажем, возьмем Репина, который в Здравневу имел свой особняк и там тоже творил. Это вторая, так сказать, история. И много-много таких. Вообще-то цель преследуется простая, приземленная и в то же время очень возвышенная. Это сохранить контакты. Причем с молодых ногтей. Знать, что есть соседи. Соседи, которые говорят на том же самом языке. Не исключено, что к совместному проекту привлекут и спонсоров. В России активно ищут и находят внебюджетные средства. Помогает бизнес общественной организации, которые уже работают на белорусских исторических маршрутах. А пока проект вполне мог бы заработать на региональном уровне. На прошедшем форуме белорусские и российские области заключали договор о сотрудничестве. Почему бы не наполнить их еще и таким важным для двух стран содержанием. Светлана Корульская, Алексей Крякфин. Контуры. Москва. Минск.